Вот сейчас мы приехали на Октябрьский, вот видите, люди пытаются восстанавливать после ожесточенных обстрелов здесь. Женщины приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Валентина Владимировна. Валентина Владимировна, ну вот вы живете на улице, которая очень жестоко обстреливалась, да? Да. Это поселок Октябрьский. Ну, а это получается Северный, да, или как? Я говорю, мы всю войну здесь... Это как Северный, да, считай? Это 15 участок. А, 15 участок. Ну, я... Здесь были, и на костре готовили, и все мои за эти трубы после бомбежки, газовый газопровод этим скотчем закручивали. В общем, пережили все. Над головой летали снарядики. Все. А вы... Это, получается, параллельная улица Стратонавтов, той, которая больше не существует. Ну, я смотрю, это тоже... Да, вообще, да? Эта улица тоже не очень в хорошем состоянии. Ну, эта сторона лучшая, та сторона тоже пострадала сильно. В общем... Сильные бомбежки были, да? Ой, ой. Как только пройдет бомбежка, 3-4 дома горит. Горят дома. А последний раз нам в саду как бахнули, он там, Игорь, пока... Не, ну, в нас в отбор не попадало, а у соседей. Не, вот там вот как бахнуло... Ну, да, соседи. Не сносила сад, там весь забор и посносила. Он сделал новый забор с сетки, все. Страшно было. Как же вы здесь выжили в этих условиях? Вы знаете, я только Богу молилась. Господь нас это спасал. Ну, сегодня мы приехали проведать вас. Привезли вот здесь наш продуктовый набор. Благодаря одной женщине, это Галина Демен. И вот благодаря ее пожертвованиям мы все-таки навестили вас. Мы знаем, что здесь все-таки очень и было... Ну, очень жестоко обстрелился этот район. Очень трудно было вам выжить. И сейчас выживать трудно. Скажите, а сейчас тишина или все равно стреляют? Иногда суда нет. Ну, я знаю, что они пролетают. Позавчера девятиэтажка снова горела. Да? Да. Девятый этаж. Первый, второй, третий. Прямо пламя с это, с окон... Это дым, пламя, там трещало все. А что ж такое?